Всем снова привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, мы продолжаем играть за отбросов и прошлые серии закончились тем, чем они должны были закончиться, мы открыли пак за 35 тысяч, в нем ничего не выпало, кроме одного игрока, который нам действительно пригодится. Сейчас мы его посмотрим, в общем, что дивизион, 3 игры нам осталось на то, чтобы выйти вообще из этого дивизиона, то есть мы, по-моему, да, нам нужна всего лишь одна игра, чтобы выйти, и нам нужно 2 победы из 3, чтобы выиграть титул и получить монеты. Вот, также, что я хотел еще сказать, нам выпал вратарь Миньоле, но я думаю, я его пока ставить не буду, вот, КБ я поставил на замену, КАТ поставил на замену, то есть центр поля будет кем заменить, Элизео отправляется у нас на левый фланг защиты, сыгранность, наш, сразу же поднимается до 87, вот это, по сути, единственный игрок, которому я действительно рад, что он выпал, потому что он португалец, и с этими португальскими парнями есть какая-то сыгранность. Хотел я нападающего из ИПЛ, но, к сожалению, не удалось получить его, но, может быть, мы получим его сейчас, так как прошла неделя с того момента, когда я последний раз записывал, и мне дали еще один пак за предзаказ. Команда недели сейчас самая лучшая, которая была в игре, в принципе, Дебрюины, Герой Ибрагимовича, Робен, по-моему, Ливандовский с рейтингом 89, тоже второй информ, так что, ну, шансы есть, как всегда, шансы есть мизерные, но, кто знает, вдруг что-нибудь выпадет. Так, большой золотой премиум набор, открываем, смотрим, какие игроки выпадают, если кто-то крутой, добавляем в состав и играем матч. Данилов, отлично, отлично. Фернандеш, Амайя, сразу нет. Чувак, нет, ты отстой, чувак. Так, Прайет выпал из Андерлехта, Сайя Вест, вот, ага. Ну, тут, в принципе, можно из АПЛ-ки что-нибудь собирать, но я думаю, что пока еще рановато, мало игроков нужных. Так, забавный мяч, эмблема с Ягуарами, но я думаю, я не буду ее ставить. В общем, Данилов это реально клево, но проблема в том, что он, наверное, подойдет к моему бразильскому составу, как, в принципе, и Фернандеш, и у них примерно даже эти характеристики одинаковые. Вот, плюс хорошо, что он из испанской лиги, то есть он может даже Бруми в схему подойти. Вот, я думаю, и Фернандеш я тоже оставлю, если что, я его в любой момент могу продать. Все остальное я к Экселю, и сейчас, наверное, Данила у нас первый матч сыграет, потому что почему бы его не поставить, я думаю, и Монтой сможет отдохнуть. Я, правда, не знаю, сколько у него там по усталости. Да, 7-6 выносливость, пусть отдыхает. Так, поставлю, пожалуй, вот сюда вот, и... Заменю на право-защитника. Данила, добро пожаловать в команду. 90 сыгранность теперь у нас. Это очень хорошо. Так, что у нас по усталости остальных игроков, в принципе, все более-менее нормально. Ну, реально, глубина состава появляется, все больше и больше игроков, которые я могу выпускать на замену. Вот, ну что ж, поехали. Я удивлен, но мне даже не пришлось ждать целый час, чтобы найти соперника. Против нас БТП Лочка, довольно средняя. Сразу могу сказать, что довольно средняя, но... Крайние защитники очень быстрые, крутые и полузащитники. Ну вот, полузащита сливная такая, да? Типа дешевенькая. Нападение хорошее, защита хорошее. Ну и Петер Чех на воротах всегда. В Фифе хорошо стоит. Посмотрим, что у нас получится. Посмотрим, как сыграет Данила. Вперед. Андре, хорошая передача, Кэрол. Что дальше? Паст в центр на Андре. Выкатывает на Бруму. Брума смещается в центр. Удар! Петер Чех сейвит. Первый опасный момент. И от кого бы вы думали? Он от Брумы. Там, кстати, Кэролу убили, по-моему. Но нарушение правил не было защитено. Ну и мы в ответку у этого старича прикончили. Роберто. Отличный сейв. Ну что ж, первый тайм был скучным. У нас был один удар, один в створ. Он постоянно пулял за штрафной. Но ничего опасного там не было. Андре, я думаю, стоит заменить. Чего-то как-то он не вошел в игру. Хотя Рамирос устал. Даже не знаю. Но Андре мне откровенно не понравился в этом тайме. И, как ни странно, был хорош Брума. Что вообще удивительно. Поэтому я кампли поставлю налево, наверное. И... Кого же, кого же, кого же. Ну, КэТ, можно вместо Карвали будет потом выпустить. Старич, соцкока! Роберто! Не зря его оставил в старте. Ой, не зря. Сейчас очень важный сейв он сделал. Волкот. Еще один сейв. Кэндерсон. Только штрафной не фалить. Фух, хорошо. Вильям Карвали, молодец. Вынос бы хороший. Ну куда? Ну, на фланг ведь выношу. Брума. Кэндерсон. Хорошая передача, Андре. Забивай. Что за обработка? 06 километров. Мяч вперед прокинул и побежал за ним. Нет, 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 старич Удар мимо, хорошо Так, Андре, все-таки, наверное, вратри, я не знаю Давайте я руни поставлю на ЦАПа, а в атаку выпущу барона И КТ в центр полузащиты Чуть-чуть осталось играть, но буквально один момент реализовать и все И победа будет в наших руках Но также соперник может забить, лишь один мяч и выиграть Данила, молодец Лизео, пас, руни, выкатить Забей, кто это, кто это такой у нас черный большой, Кэрол Барон, ой, мяч-то брал компанию Блин, компанию Стерлинг, на финтак пойдет Данила, молодец, ну почему ты упал Брума там отбирает мяч Так, мяч наш, хорошо Руни Спасибо за отвратительный пас, Кэрол Стерлинг Не бьет, Брума снова отбирает и травмируется Ну пас, как всегда, правда, отвратительный Но хотя бы отбор был Хендерсон Кэрол, Гутиерас Обманул На Кэрола катнуть Дальше во фланг На Гутиерас, АКТ, пожалуйста, дойди передача Нет, компани Снова пас, Гутиерас Все, это был наш лучший момент Голевой Или не последний Кэрол, добеги до мяча Пожалуйста, спасибо Успел Что за пас Набегает игрок Кэрол Кэрол нам слил матч Просто слил Слил Кэрол Слил Брума в конце Хотя он, ну, оборонялся хорошо Но в атаке был плохо Роберто просто нас спас Тут соперник должен был побеждать У нас было всего три момента Ну, типа, у него состав Прямо видно, что сильнее И очень быстрый То есть полузащита Как я и говорил Его слабое место Вот атака и защита Очень-очень быстро бегали Его парни Но у нас тоже теперь Два фланговых защитника Очень быстрых И это нам большой плюс Брума Закончить контракты Ну, по бароне-то я же Все равно использовать Не буду, Брума Поэтому Я даже не знаю Кого мне на правый фланг поставить А у меня и ЗПЛ Наверное, и нет никого Кампуль встал Нет, мне нужен Мне теперь нужен Вообще Какой-то другой игрок Абсолютно На ПП А у меня только Маркиньо Бразилец Ну, пусть он будет Сыгранный с Данилом Хоть какая-то Ну, 86 все равно Вообще сыгранность Остается Так, давайте Знаете что? Рамирес Никак не может Отдохнуть нормально Давайте Рамирес Вступает в дело А если Вместо Карвали Я поставлю КТ Сильно? Да, сильно Все, ладно Карвали остается Тогда в деле Рамирес Кэрол И Руни остаются Ну, потому что Нет у меня другого Нападающего Да, у меня есть Готьерос Но Он из спортинга И у него тут Никакая сыгранность Ни с кем не может быть Кроме Карвалия Вот Поэтому приходится Карвала Нападение держать Надеюсь Брума Успеет отдохнуть Ну, матч реально Был скучный Матч реально Был очень-очень скучный Поехали Вторая игра Ну что ж Вот наш второй соперник С Бундеслигой Довольно неплохой состав Все, что нам сейчас нужно Просто Сыграть спокойно Получить 3 очка Выйти в 5-й дивизион И останется одна игра Одна игра Которая нам Уже позволит Выиграть титул Ну, скажем так Бонус Вот Но мне нужно Только 3 очка В этом матче Поэтому За победу идем Кэрол Молодец Руни Передача налево Гуэреро Я не знаю Как он завершает Но надеюсь Что хорошо В ближний угол По-моему Да, это был промах Я уж хотел сказать По-моему Засейвил Братарь, но нет Рамос 0-1 Я крыл Других игроков Я думал Что он будет пас отдавать Но парень Молодец Понял, что я его бросил И забил Сол Элизео Гастон Рамирос Хороший момент Для удара Фенессик И это сейв Гастончик Пас на Войнаруни Войнаруни Пробирается Хорошо Удар 1-1 Это Войнаруни Это капитан отброса Прекрасный Гол с 9 По-моему Сейчас посмотрим На повторе Ушел Суботича Да Прямо в 9 Отличный гол Войнаруни Молодец 1-1 Гастон Кэрол Слева Какой удар Шикарный Я мог отдать на Руни Но я поверил В Кэрола Что он сможет Слевой приложиться И он приложился Отличный ракурс Ну и можно С углового забить Нет Очень плохой навес Вратарь ошибается Руни Мимо Он поторопился Надо было Наверное Уже позиционную Атаку выстроить Кэрол Был ли офсайд? Да Ха-ха-ха Но Момент конечно забавный Я хотел быстро Разыграть штрафной И думал Что Кэрол Успел все таки С линии выбежать Гастон На Кэрола На Кэрол Все чего ему не хватает Это только скорости А остальное У него есть Неплохой удар В этом матче Первый тайм Также был не особо Интересным И богатым Событием Я могу вспомнить Лишь пару ударов У Кэрол И один Шикарный удар От Кэрол В общем-то Все на этом Так Рамирос Снова устает Снова Супер Сильно Устают Фланги Маркини Отправляется Тогда налево На правую Камполь И Наверное Кэрол У нас Давайте я Кабая Выпущу на Цапа Вот так У него очень хороший пас Посмотрим Как он справится Ну и плюс Так как он Цап У него есть отборы Это нам может пригодиться Ну посмотрим Короче Не знаю Мне кажется Что на Цапе Есть у него Какое-то будущее В нашей команде Особенно на замен Если выходить Вот как раз Кабай Сейчас мяч отобрал И начал нашу атаку Которую Кэрол С радостью Закончил Маркиньо Хороший пас Ну тыщик Перепатывает И снова Кабай Но я говорил Отборы его И дальше первый пас Нам могут очень сильно пригодиться Плюс у него хороший дальний удар Который он может продемонстрировать Но не получилось Защита помешала Кабай Ну-ка Ух Вот эта пушечка Войнаруни успеет Нет Успевает По-моему Мяч от него же выходит Кабай Хороший перевод Маркиньо На Войнаруни Нет офсайда Руни Входит в штрафной удар Снова сейф Но этот момент Уже получше Маркиньо В пищика попадает Неплохо Мы разыграли угловой Второй раз Я думаю Так уже не получится Хотя Маркиньо Опять один Совершенно стоит Почему бы И не попробовать Но не так же Плохо Что в итоге У меня игрок Кастро Просто убил Маркиньо Маркиньо Совсем еще Ничего не ясно Кемпель Или Кампель Не знаю Как правильно Передача Войнаруни Скачил мяч Забивай Кампель Господи Что же происходит Блин Парни Ну все Вот он Наш шанс 2 в 2 Войнаруни Хорошо Пас Тоже Отлично Защитник оказался На миллиметр Ближе к мячу Все Ну не 0-0 1-1 Два матча Две ничьих Когда мне нужно было Три Всего лишь очка За три матча набрать Чтобы выйти В пятый дивизион В итоге все Остается на следующей серии Ничего не понятно Как обычно Я не знаю Сил моих нет Ну Ладно Ну тут прям чуть-чуть Мы были сильнее Осталось следующий матч Только проиграть И вообще отлично Весь шестой дивизион То что мы его так хорошо начали Все будет коту под хвост Просто Ладно ребят С вами был Джек Большое спасибо Что посмотрели Два матча в этой серии Получилось сделать Не знаю Как в следующих получится Вот Спасибо огромное За просмотр За палец вверх Если кто поставит С вами был Джек Еще раз Увидимся И счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok